15 июля в России стек срок уплаты налога на доходы физических лиц. При этом подавать декларацию в текущем году можно до конца июля. Обычно срок истекает 30 апреля. Но в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса его перенесли. В большинстве случаев всю работу за налогоплательщика делает работодатель. Они высчитывают сумму НДФЛ и направляют средства в ФНС. Однако есть ряд исключений, когда необходимо самостоятельно подать декларацию. Так заплатить НДФЛ придется, если в прошлом году получили средства от продажи движимого и недвижимого имущества, от сдачи в аренду и если получили выигрыш в лотерею. Распространенной ситуацией является продажа находящегося в собственности движимого и недвижимого имущества. Хотелось бы в этой связи напомнить, что если недвижимое имущество находилось в собственности меньше минимального срока владения, в общем распространенном случае это 5 лет, в определенных ситуациях, когда оно было получено в дар, в наследство, либо по договору о приватизации, это 3 года. Если находилось в собственности менее этого срока во владении, то необходимо декларировать доходы. Но право на вычет в виде стандартного вычета, либо документально подтвержденных расходов, также сохранено. Далее, в отношении реализации транспортных средств сохранилась необходимость декларирования, если срок владения был менее 3 лет, и вычет тут предоставляется стандартный в размере 250 тысяч. На сегодняшний день в Ленинской-Кузнецком порядка 4,5 тысяч налогоплательщиков обязаны подать декларацию. На сегодняшний день продекларировали свои доходы и выполнили свою обязанность 37% налогоплательщиков. Это где-то 1700. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то там на эту дату уже было порядка 65%. Но налоговым органам проведена разъяснительная работа, направленные, так скажем, напоминания, и на текущий момент налогоплательщики активно представляют декларации. Напомним, что подать декларацию можно различными способами, начиная от бумажного носителя, заканчивая заполнением декларации в личном кабинете налогоплательщикам. Преимущество заполнения декларации в электронном виде – это то, что машина автоматически проверяет правильность заполнения. Также подать декларацию 3НДФЛ можно в МФЦ. И обращаем внимание, что налоговая инспекция возобновила прием налогоплательщиков в операционных залах, соблюдение мер индивидуальной безопасности и масочного режима.